Здравствуйте! Сегодня говорим о стопорных клапанах турбины. Вот здесь, на этом слайде, показан стопорный клапан турбины КАТ-300. Назначение стопорных клапанов турбин одно. В аварийной ситуации они должны отсечь доступ парок к проточной части турбины. Поэтому это очень быстродействующее устройство. Время срабатывания измеряется миллисекундами, и это их единственное назначение. В данном случае, вот, собственно, конструкция клапана показана здесь. И можно видеть, что вообще-то клапан, он, вот он, вот он, он представляет собой тарелку, вот она, тарелка, ну и здесь стакан, это единая деталь, вот она тарелка, которая садится в седло, вот оно седло. И вот эта деталь формирует седло. В данном случае клапан закрыт. Можно видеть, я люблю спрашивать студентов, закрыт или открыт клапан. Покажите мне, пожалуйста. Этот клапан через шаровую конструкцию связан со штоком, который выходит за пределы клапана. И он имеет возможность менять положение, то есть двигаться вверх и вниз, двигается в пределах вот этого вот пространства. Вся вот эта конструкция, это буксы, она обеспечивает герметичность, это очень толстая давление же высокая, стенка толстая, она предназначена для обеспечения герметичности, чтобы пар отсюда не выходил за пределы клапана и парил нигде. Вот если в эту точку поднести, например, ручку к монитору, то мы получим некое, то есть эта ручка будет характеризовать трубу, по которой пар сюда подведен. Вот если тарелку клапана поднять вверх на вот эту величину, то здесь получится зазор, и пар через зазор пойдет сюда дальше, вот в эти три патрупа, которые соединяются затем с регулирующими клапанами, ну и соединяются с обловленными коробками турбины. Ну а в закрытом положении, как сейчас показываю, доступ пара прекращен. В современных турбинных установках очень часто выполняют стопорные клапана совместно с регулирующими клапанами. Вот стопорный клапан, вот регулирующие клапана, их здесь два показаны. Я сейчас не помню точно, но по-моему это для блока 500 мегаватт эта конструкция реализуется. Здесь стопорный клапан вновь, вот оно, вот у нас седло, вот тарелка клапана со стакана, а вот седло клапана, вот оно. И опять клапан закрыт. Через вот эту конструкцию тарелка клапана штоком соединена с сервоприводом. На этом слайдик здесь тоже должен, ну не должен, а размещается сервопривод, он просто не показан. Пар двигается снизу, в данном случае вот здесь. И в том случае, если клапан открыт, то он смещен вниз на вот это пространство, на вот эту величину. Здесь появляется зазор, через который пар направляется в регулирующий клапан. Регулирующий клапан в данном случае тоже закрыт. Ну и это сервопривод регулирующего клапана. Он предназначен для того, что он может занимать любое положение и в нем очень долго находиться. А стопорный клапан либо закрыт, либо открыт. Сервопривод представляет собой следующую конструкцию. То есть это группа пружин, тарелок, тяг, различных коромысел, которые предназначены для одного быстро закрыть клапан из открытого положения. Сигнализирующим вот этим элементом для закрытия клапана является, ну либо это электромагнитный сигнал, либо это сигнал через систему регулирования с жидкостью, которая передается. Вот этот вот сигнал заставляет пружины сжиматься и опускать клапан вниз и удерживать его все время в открытом положении. Как только этот сигнал прекращается, после того, когда электромагнитный выключатель сработал, если вдруг возникла аварийная ситуация, то пружины мгновенно должны вернуть клапан в закрытое положение за счет того, что они просто разжимаются, двигаются вверх, тарелки тянут вот это коромысло, коромысло тянут шток, шток тянет клапан, он закрывается. Ну вот и все, вот принцип работы стопорных клапанов. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.